О том, какая была Тюмень, помнят лишь старожилы, многое с течением времени изменилось, что-то мы приобрели, а что-то потеряли без возврата. Александра Сосновская о своем авторском проекте «След простыл» продолжает знакомить нас с историей областной столицы. Фундамент в 1700-м, первый кирпич в 1702-м. Единственную в то время каменную церковь на высоком берегу Туры возводили мастера из Тобольска. «Ибо тем твоим указом и грамотом построены на Тюмени каменного строения амбара казенных, а на них соборная церковь во имя Благовещения, Пресвятых Богородицы, тюменскими всяких чинов русскими людьми, и осветил той церковь Преосвященный Филофей, Митрополит Сибирский и Тобольский». Спустя два века святыню стал преследовать злой рок. Советская власть в 1932 году поставила вопрос о сносе церкви. На защиту собора встал директор Краеведческого музея Росомахин. Он несколько раз писал письма в правительство, но ответа так и не получил. Стереть с лица Тюмени собор пытались несколько раз. После первого взрыва упали колокола и часть колокольни, но спустя два года сооружение все-таки превратили в груду камней. Как оказалось позже, правительство запретило сносить здание, но ответ пришел слишком поздно. Руины сравнялись с землей и скрыли их под основанием пешеходного моста. Но ничто на земле не проходит бесследно. В 2001 году было принято решение восстановить Благовещенский собор, правда на новом месте в сквере депутатов на улице Широтной. Первую сваю забили 7 апреля 2007 года, а 20 октября в алтарную стену строящегося здания были заложены кирпичи, в свое время извлеченные из фундамента взорванного Благовещенского собора. Прихожане верят, что с Божьей помощью новый храм удастся не только полностью доделать, но и сохранить на многие лета.